За какие слова можно поплатиться штрафом, что нужно для регистрации средства массовой информации и какие ошибки допускают в публичной сфере чаще всего. Ответы на эти вопросы сегодня давали руководители и эксперты Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Для проведения тематического веб-семинара выбрали новый пресс-центр информационного агентства «Верхняя Волга». В здании на улице Максимова в историческом центре Ярославля собрались представители ведущих СМИ региона. Обсуждение транслировалось онлайн в сети интернет. Эксперты отмечают, что самые частые нарушения касаются использования нецензурной брани в эфирах и на страницах средств массовой информации, а также в различных блогах. Также зачастую в масс-медиа дают названия запрещенных на территории России организаций без специальных обозначений. Всего сотрудники Роскомнадзора сегодня провели три обучающих семинара для представителей власти, связистов и СМИ. Мы понимаем, что сейчас идет реформа контроля надзорной деятельности в целях снижения нагрузки на бизнес. Мы переходим на риск-ориентированную модель контроля надзора. Соответственно, количество проводимых проверок о взаимодействии с проверяемым лицом снижается. За счет этого вводятся новые формы контроля, дистанционные формы контроля. Однако основным механизмом в настоящий момент является уже профилактическая деятельность.